Здравствуйте, земляки! Представляю вам следующего кандидата, следующего гостя. Это кандидат депутата Народного хурала по Калмыцкому одномандатному избирательному округу номер 14 от Коммунистической партии Российской Федерации Артём Ефимович Эрдниев. Итак, Артём Эрдниев родился в 1975 году в городе Элиста. В 1992 году Артём закончил молодежьбетовскую среднюю школу. В 1996 году Артём Ефимович окончил Волгоградскую следственную школу МВД России. После этого длительное время работал в органах следствия Министерства внутреннего дела республики Калмыкия. Также был дознавателем в управлении службы судебных приставов. В настоящее время Артём Ефимович является первым секретарем комитета Сорпинского местного отделения Коммунистической партии Российской Федерации. Артём Ефимович женат, воспитывает троих детей. Итак, дорогие друзья, у нас следующий гость Артём Ефимович Эрдниев. Артём у нас идёт по Калмыцкому избирательному округу номер 14. Меды, дорогие друзья. Артём сразу, потому что идут комментарии, просят разъяснять, что такое округ и какие территории в него входят. В 14 округ входит весь Сорпинский район и 4 населенных пункта Малогребецкого района. Это Тундутова, Зурган, Тверячи, Ханата. Ещё 4 Малогребецкого района присоединили к Сорпинскому району. Сколько избирательных участков тогда выходит? Получается 15. Всего 15 участков. Артём был у нас доверенным лицом от меня на выборах 2021 года. Ответственной территорией у него был Сорпинский район. Там как и я, как кандидат, так и Коммунистическая партия показала хорошие результаты по сравнению с предыдущими. Все непредыборные кампании. Я думаю, что это непосредственно заслуга Артёма и его команды, которая там работала. Ну, Артёма знаю я давно и Артём, почему в Сорпинский район, сейчас спрашивают. Ну, давай, почему в Сорпинский район? Ну, получилось так, что после ссылки мои родители, мой дедушка, мой агал и Эйджер приехали в Сорпинский район. Корни у нас Сыки-Бухуса, Смалогребецкого района. Но после того, как калмыкии вернулись ссылки, моего деда отправили в Сорпинский район и он работал в колхозе Гигант. Это посёлок какой? Это Гигант, это был, захватывал весь Сорпинский район. А непосредственно они жили в Коробкин, посёлок Коробкин, да. Мой агал и Эйджер, там они и похоронены в Коробкине. А мама моя родом с Сорпинского района, из посёлка Кировский. Хутор Жарков ранее назывался. И тоже так получилось, что многие люди знали меня. И кроме этого, мой трудовой путь, то есть первая запись моей трудовой книжки, началась с Сорпинского района. Я начал работать, пришёл после окончания Волгоградской следственной школы туда следователем. И работал, начинал с Сорпинского рода. Да, мы от Грестка начали, да, Тём? Мы разделим интервью на несколько частей, на две части. Первая часть, это мы поговорим о тебе, ну, вернее, ты порасскажешь о себе. И вторая, про непосредственные выборы, как проходит предвыборное. Что бы хотел рассказать о себе? Родился где? Родился я в городе Листа. Затем я проживал по семейным, получается, обстоятельствам. Мой отец работал за милицией. Тогда его направили работать в Кичинер. Начальная, ну, часть моей жизни прошла в поселке Советский, от того, приозерного района. То есть детство? Да, детство и начальная школа. Затем мы переехали в Малые Гербеты. После Малых Гербет уже я закончил школу следственную среднюю, поступил в Волгоградскую следственную школу. По окончанию вот я и пришёл работать в село Садовое, следовательно. То есть ты следователь милиции, да? Да, следователь. Тогда в РОВД работал. Ну, затем меня отправили в МВД, работал в системе МВД. Потом по собственному желанию уволился. Работал инспектором по охране окружающей среды семь лет. Непосредственно курировал в Малогребетске, тоже так же район. Потом меня пригласили работать опять в дознание, но я уже работал в дознании в службу Садового Преста. Да, я проработал. То есть не по линии МВД? Не по линии МВД, да, но я работал. Ну, то есть эта работа была мне очень знакома. Я работал дознавателем. Ну, не знаю, это как можно говорить, колбаки же скромные, как ты. Ну, я из-за этого говорю, все, когда о себе рассказывают, начинают, ну, как-то неудобно и тому подобное. Ну, я считаю, поскольку человек собрался в депутаты, тем более Народного Хурала, Высший законодательный орган Республики, он уже обязан, не должен стыдиться, стесняться, рассказывать о себе. Да, работал дознавателем. И за три года я стал лучшим дознавателем Республики. Был награжден и отмечен руководителем Российской Федерации, в то время Парфенчиковым. Ну, вот так работал. Ну, да, поработал и после того, как была реорганизация в службу, я ушел. В данное время работаю, как на себя, можно сказать. И продолжаю юридическую практику и помогаю супруге. Какого детей? Трое детей. Воспитываешь, что вы воспитываешь, что их дети? Да, воспитываю. Ну, старшая уже большая, два пацана, один в школе, другой в детский сад ходит. Ну, их многие видели, они постоянно со мной. Да, это мои друзья, они очень часто в моей жизни принимают очень такое участие. Артем был, когда были с 19-го года протесты у нас в городе Девастей, Артем не был таким активистом, но он так скромно был поддерживающим рядом. Благодаря ему тоже много чего удалось сделать. Где-то я хотел бы отметить твою такую позицию и наблюдательный полк о том хорошо отработал. Вот у меня вопрос в связи с этим. Почему? Зачем занимаемся? Какой деятельностью общественной? Это же все началось с 98-го года. Здесь поподробнее. Да, с 98-м году, так как я был самый молодой следователь, неженатый, приехала группа с Москвы по расследованию убийства журналиста Юдиной. И меня включили в состав этой бригады. В генеральной группе. Да, в генеральную прокуратуру. Я был в составе этой группы. И вот тогда я как бы столкнулся с тем, что не все честно, не все правильно и в той системе, системе МВД и вообще во власти не все так гладко, как есть на самом деле. И вот тогда у меня началась, вот закралась вот такая мысль, что все-таки надо жить по-честному. И? И вот тогда начал поддерживать и высказываться. Тогда как-то было попроще высказывать свою точку зрения, говорить, общаться с людьми, которые были близки к политике. Тогда я, получается, по роду своей деятельности, я познакомился с многими политиками республики, такими на плаву, которые были. Общался, научился многому у них, можно сказать. Потом, ну, пришлось мне уйти из органов внутренних дел, да, после этого. Из-за этого? Из-за этого. Вот, одна из причин была. А в России? Ну, сделали такую ситуацию, где невозможно было работать. Создали ситуацию. Создали, да, такую ситуацию. Артем Ефимович, вот сейчас, мы переходим уже непосредственно к избирательной, к компании, сам выбирал этот округ? С Аль-Сарпинской? Или? Нет, так же, партия сказала. Нет, так получилось, что до этого, после тех выборов, когда вот мы были, там, да, в Сарпинской районе отделение коммунистической партии осталось как бы без головы на тот момент. Какие ничейки? Да, да, да. Местное отделение? Да, местное отделение. И долго она была без руководителя, там была, ну, какая-то ситуация непонятная, я не вникал туда. И местные жители, в том числе, ну, и партийные, и просто гражданские люди, мне предложили, Артем Ефимович, поможешь? Ты так, как и в Листе, вхож, и там, и там, помоги. У нас нет, реально, вот, сейчас нету, сейчас же проблема в кадрах, это кадровый голод, это вообще проблема не только у нас, в республике, и по России. И вот люди обратились к НУРу Николай Ильиничу и написали письмо им, мою кандидатуру, чтобы назначить туда на должность первого секретаря отделения Сарпинского. После этого, да, и так получилось, что раз ты возглавляешь Сарпинское отделение в Компарде, давай тогда, попробуй. Я не отказался, потому что я и проблемы района знаю. То есть район, ну, опять же, ты отвечаешь на вопрос, почему район, потому что ты там возглавляешь подсиленную ячейку. Да, да, встречаюсь с людьми, обижаюсь, непосредственно всех, знаешь, работал там. Томик Ильфимович, вот у тебя сколько поселков в итоге? Всего 15, получается. А, нет, 15 участков, минус 3, вот, получается, 12, 12. Вот сейчас, как в рамках предвыбора кампании, встречать с избирателями, зайти в каждый двор, что делаешь, какой план, чем занимаетесь? Ну, был, уже выезжал, был в нескольких селах, выезжал, встречался с людьми, общался с людьми, получил от них наказ. То есть уже встретишься с избирателями, как люди встречают? Я для них не чужой человек. То есть они обнимаются, руку жму, говорят, идите отсюда, не приходите, надоели своих выборов. Нет, многие говорят, да, Артем, извини, но выборы что сейчас решат? Мы, говорит, на выборы ходим, 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 ходим. Выиграют одни и те же. Да, выиграют одни и те же, хотя у них уже закралось. А говорят, а вот вы и те же коммунисты победили. А, то есть этот опыт уже, как бы, пример такой, да? И они еще, прошлые выборы в Сарапинском районе, Единая Россия там набрала всего лишь, вот не помню точно, всего 10% разницы от коммунистов. Да, там был, это, они показали, Сарапинский район, самый низкий уровень среди всех районов Единой России. Самый низкий показатель? Да, после города. И люди знают, что это, ты там участвовал в Сарапинском районе? Да, да, да. И они, вот, многие говорят, а если мы все объединимся, я говорю, если мы все объединимся, все вместе, мы все сможем. То есть в каждом поселке, где ты был, так говорят? Многие так говорят. Я не видел, по крайней мере, я не видел такого человека, который мне говорил, все, уходи, мы с тобой не будем разговаривать. Никто так не сказал. Многие, их, конечно, расстраивает то, что они ходят на выборы, но итога, как бы, такого результата нет большого. Но у них закралась такая, какая-то маленькая надежда, которая, вот, может быть, что-то решит. Поэтому они многие говорят, Артем, если ты пришел, давайте еще раз напряжемся и поможем тебе. Я им говорю, ребята, надо прийти просто проголосовать, может быть, не за меня, а может быть, за кого, чтобы вашими голосами не воспользовались, чтобы никто не поставил лишнюю галочку, чтобы, ну, ни для кого же не секрет, что все такое бывает, не знаю конкретно на каких участках, но бывает. Сколько поселков ты уже посетил из 12? Так, пять. Пять поселков из 12 посетил и такая положительная, да, у тебя? Да, в райцентре получилось так, что я в пятницу попал, в рыночный день, получается, весь район там бывает, ну, как в наших селах небольших. Ну, еще друг друга все знают. Да, еще все друг друга знают, поэтому так. А еще плюс получилось то, что сарафанное радио все-таки, говорю, есть. Ну, поселков, район, конечно. В прошлом году мы, ну, с небольшой группой активистов, как бы волонтеров, выехали в Кировский поселок и почистили 6 родников, ни по просьбе, ни в шее. Мы просто приехали, я знал, что там есть такая проблема, ну, проблема с водой везде. Угу. Но я знал, что там есть сад, так как у меня мама оттуда рода, мой дед там. Кировский – это рассвет? Рассвет, да. Угу. Мы приехали туда почти 6 родников, недавно я туда заехал, там, ну, небольшой пруд уже, вода. Родники, там всегда был пруд же в Кировской? Нет, он центральный, а там еще в самом саду накопитель, там еще вот этот, и многие за счет этого, потом, ну, уже подходят, Артем Ефимович, а ты можешь еще людей привезти? Давай в другом селе почистим. А, как бы ты уже что-то сделал? Да, конечно. И смотрят так на тебя. Сделал самую главную воду основательную, да? Да, да. Мы почистили родники, может быть, они оттуда не пьют, но скотину они уже там поют, уже есть какая-то... Из рассвета стали говорить другие поселки и все там. Да, 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 потому что мы приехали, мы приехали, ну, нас было человек 8, наверное, мы приехали, да, мы за 2 дня почистили 60 дней. Я видел, вы чистили родники и отдыхали там, ну, то есть, полезные спрятанные. Да, да, да. Мы в прошлом году, в сентябре, мы даже не думали про выборы, мы не делали этот какой-то пиар-ход какой-то, просто от души приехали. Приехал я к ребятам. Предложил? Да, предложил. Поможете? Твой институт. Да, поможете, поможем. Все, приехали. Они когда увидели результат своих, своей деятельности, через день уже, когда вроде... Мы приехали, родники были сухие, а когда на следующий день уже мы проснулись, мы в палатку смотрели, и когда уже журчание родников услышали, это было вообще... То есть... Да, это наши степи, это вода, это все. Ну да, согласен, здесь такое очень яркое впечатление. Да, вот поэтому с другого села... Говорят, а вы можете нам почистить родник? Конечно, мы его приедем, почистим. Та сторона богатая этими родниками. Начиная от Kitchener, я вот, мое детство прошло, там всегда была вода вкусная, сладкая. Да сейчас опять подписчики будут говорить, опять Kitchener с кого позвал. Ну а что делать, если я жил там? Нет, наоборот, это хорошо. В Kitchener в детстве был дед Бубеев, который, пушкинский родник, мы чистили. Я с ним в детстве, когда мне было 5-6 лет, я ходил, ему помогал. Я тогда еще думал, ух ты ж, а как вода из земли идет. И вот дед Бубеев, он в одна очередь... А я ему помогал. Оттуда у тебя опыт. Да, и оттуда у меня тяга к этому. Давай поговорим про район Сарпинский. Как, вообще, показатели у него социально-экономических... Сарпинский район... Там, я разговаривал с людьми, есть вот проблемы именно села, проблемы района и проблемы республиканского значения. Давай о них поговорим, ты их знаешь? Конечно! Они даже, вот, я когда с ними встречался, они меня заставляли, бери, говорит, бумагу записывать. Я записал. Есть желание пообсуждать их? Конечно! Вот, основная проблема, которую, ее озвучивают все, которые к тебе приходили, да? Это земельный вопрос, который после 131-го ФЗ, они стали самостоятельными уже, все СМО, и они эти землезапасы передали в Орюбов. Вот. И у людей сейчас нет, как вот предыдущие ораторы, которые были, они тоже себя озвучивают во всех селах республики. Об этом говорил Олег Виткеев. Да, Олег вот говорил. Ты тоже представитель КПРФ, да? Нет возможности людям содержать, держать дома скот. Почему? Потому что негде его пасти. Вот. Вот. Но это же как бы делается во благо, чтобы они пополнили вроде бы как бюджет. Район, а? Да. Но эти деньги арендные, они же идут не во благо этого населенного пункта, они идут в бюджет района. Район университет, как-то по-своему их распределяется. Они по-своему распределяют, но люди от этого же не стали жить лучше. И при этом не дают скот пости? Да. Им негде пости. А потом проблема возникает, что было ДТП, говорят у нас, потому что там корова переходила дорогу, федеральная трасса прожигает там, потому что нам негде пости, скот входит по дороге. Ну, вот такие потом. То есть эту проблему тоже будем поднимать? Да, будем поднимать. Водоснабжение. Это основная проблема, считаете? Одна из основных. Угу. Негде пости. Люди живут за счет скота, индосектора. Угу. А даже вот это две-три коровы подержать, а пости где? Угу. Ну да. Да. Вот они и не могут. Потом водоснабжение. В Сарпинском районе вообще это проблема, но она какая-то проблема такая, они находятся на хороших пластах, можно бурить, можно добывать, они добывают. Но в программу, именно вот, были федеральные программы, разводящие по селу, да? Водопровод. 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 А в селах нет такого. Нет этого добровода. И вот у них, хотя, у них очень хорошая вода, находится в горизонтах, в пластах, если бы… А, еще они озвучили такой вопрос, например, они хотят пробурить глубинную скважину, у нас на территории Калмыкии нет организаций, кто занимается бурением именно вот этих глубинных скважин по добыче воды. все эти организации находятся за пределами республики и соответственно цены просто пробурить скважину полтора миллиона они будут озвучивать но это еще это только пробурить работа без труб без вот это все не надо делать какого-то проекта же чтобы не просто пробурить водящие сети и тому подобное еще какие проблемы мусор не санкционирован свалки это я ждал когда в этом скажем почему потому что вот в садовое заезжаешь и там рядом где-то вот видишь это она бросается в это вообще то есть региональный оператор не справляется логистика у них ну не соответствует потому что например они едут шарнут от свалки где они должны собирать малый дербетов там расстояние больше сотни километров километров 1002 они везут с поселка степной шарнут туда а если сделать как хотя бы тогда небольшие перевалочные для того чтобы где-то накопить потому что вот я встречался с ребят с людьми они горят ну он в грязь может не приехать и у нас этот мусор не неделями даже в это по две-три недели купить а он же гниет он жива нет ну вот один из кандидатов кстати от единой веселья из них не то что в этом говорил никто риском коллапсом а там тоже сарпинского нет федеральная трасса это на виду это видно в малой дербетах она недавно горела весь поселок тундутово был закрыт дымом они задыхали свалка загорелась где вот этот накопитель но накопитель занимает небольшую площадь а люди которые везут частном порядке никто же не принимает и они сыпят как по-каламски говорят дурундан вокруг свалки и она загорелась ну говорят что за счет жара вот это загорелась и там горело и они могли потушить несколько дней вот это еще одна проблема дороги межпоселковый в поселок в самом селе садовым и межпоселковый нет твердых покрытий там есть доручасок дорожное управление хорошее было всегда дор управление она есть но проблема в том что дороги они могут обслуживать только те которые находятся на балансе чтобы как-то каким-то образом выделить средства чтобы да а если дорога не находится на балансе она значит ее не существует про юридические юниты естественно на нее длина не можем не да никак не выделят на них зачем проблема признаете права собственности на дороге а вот в чем проблема вот этот вопрос дороги относятся к районному муниципальному образованию да ну есть сельские которые на территории СМО их дороги есть дороги которые принадлежат межпоселковые есть республиканского значения дороги то есть дороги какие они делают республиканского значения никаким не делают то есть все да да там обильненские вот село обильно им дорогу обещает уже наверное лет двадцать я с охладчем поселка разговаривал он говорит у нас нету дороги уже столько лет но она не находится ни на чем была а то есть даже юристы не стреляет чтобы ее бы признать правосудия что потом на нее даже если бы и да хотя бы если бы она была на правах собственности даже ее списать они не могут как негодно для того чтобы ее списать и заново например в программу вась что у них на данный момент отсутствует дорога есть а юридически нет и я если юридически ее нет то юридически нельзя вот решать люди страдают но там есть вот я недавно ездил вот с рассвета на год же сделали там но это да там потому что же клиника ну да блин и это диспансер когда птичеспансер там хорошую дорогу взял хорошую дорогу там никогда не было вот недавно идет не насколько лет пять я сам удивился я я в детстве ездил туда в год же дорогу я недавно ездил я удивился что там сделали да а еще вот дети кроме этого я же встречался с людьми в тундутов тундутов тоже получается да в молодебеской районе напротив дербета они озвучили одну из своих проблем что у них нет сообщения так как получается они находятся вблизи с малогеребетом у них все находится в селе поликлиники все-все-все-все но у них нет транспортного сообщения бабушки дедушки которые не имеют свое транспорта и то есть и там а то есть имеющийся какой-то общественный транспорт автобус ходит чтобы ходить раньше он ходил раньше он был раньше когда сэр нет позже он был а то есть еще когда россии да 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 он был но так как возникли новые требования к этом транспорту и они никак не могут вот это подобрать ну кроме этого транспортного сообщения нет также не разговор шар но деликово те далекие поселки дальний тоже у них нет и люди вынуждены ездить на такси а таксисты многие не хотят брать потому что им выгоднее взять железе на или сту на волгоград и поэтому до садовая так ну да есть и вот это тоже вопрос озвучить на выводках кроме этого с предпринимателями общался фермерами общался ну там я так понимаю там они до мощные но фермера растеневодство разве там сильно растет нам ребята да они молодцы педр валентинович был рассказывал про степной у них проблема основная дорогая электроэнергия вообще говорит она насылка ну она у нас у всех республики да она прям выбивает даже вот например фермера говорят вот мы в зимнее время не стоим трансформатор работает в месяц дойдем 17 тысяч отдаем просто так за то что трансформатор будет просто это это проблема общереспубликанская но они не исключено это люди я встречался я же не могу говорить эту проблему вы озвучите еще одна проблема к которой мне пришли уже взрослое население нет кадровой политики где я разговаривал именно про сельское у нас нет ребята сейчас не могут найти людей которые могут работать на комбайнах на трактора на узкость сварщиков нет поэтому молодежь бетонировал сейчас недавно был петр кабаков и вот он про это и говорил да я наш кандидат депутат риктор остатка боком говорим по именно про это по трактористу средне специально вообще нет ребята мне спрашивают получается как у нас есть новая техника кировцы комбайны а посадить некого получается работают старики они уже все-таки время в мире молодежь не хочет рассадить они это у них даже нет корочки молодежь может быть и хочет но все-таки не запрещено то есть я сколько я интервью провожу уже 16 и 17 проблема одни и те же ну да вот этим не станете депутатом как будете решать станем будем эти вопросы поднимать остро поднимать ну да потому что дальше уже терпеть некуда я думаю мы выбираемся для того чтобы республика наша процветала как бы это не звучало так высокопарно я не люблю это слово процветало она хотя бы развиваться надо пусть пусть она развивается республика но пусть и и нас вспомнят добрым словом и наша республика вспоминает добрым словом чтобы вот так вот наша одна из целей у нас не не может сама бы взять и развиваться потому что нет кадра а еще надо делать я вспомнил что оказывается я уже опять я говорю да начале двухтысячных годов когда малый гербетах был их голова махлаев юрий борисович он был он был один самых молодых глав и он нас тогда привлек и сказал каким образом я могу молодежь собрать у себя в администрации потому что уже на тот момент люди которые работали при советской власти уже уходили на пенсию молодежи не было и тогда мысль ну он мою выслушал я ему что даже предложил юрий борисович давай говорю сделаем так и же данные сколько закончила учеников в этом году среди закон что ли кончет средней школы и куда они поступили есть такие там есть и поэтому он стал проводить фестиваль именно на премию главы района и стал награждать отличников которые закончили там отлично сессию там красным дипломом у тоже и после этого мы уже знали сколько выпускников каких вузов именно с нашего района что заканчивает и он стал предлагать работы ну да естественно они могут вернуться да и многие вернулись но это практика целевых направлений это практика целевых направлений тогда у вас в районе отдельно было да и поэтому я тоже участвую в Царпинском районе смотрю ну кадровый голод сильный там мало специалистов именно там юристов бухгалтеров много но нет кадастровые инженеры специалисты которые на работать может быть сфере газа свет электричного специалист техники техники инженера артем я желаю тебе удачи у тебя очень большой шанс давай поговорим сейчас о твоих конкурентах знаешь наверное я вот сейчас перечислю Евгенька Валерий Петрович ЛДПР Сангаджиев Авдар Игоревич Новые люди Сангаджиева Ариюна Баторовна РПСС Санжиева Галина Васильевна Справедливая Россия Цебиков Григорий Юрьевич Единая Россия ну и ты знаешь ну троих знаю Цебикова Григория Юрьевича знаю он фермер да он крепкий фермер предприниматель давно работает Санжиева Галину тоже знаю она от местной да местная и Елынка Юрия Петровича тоже местная он местный он работал в милиции мы вместе работали даже в те времена а вот те два человека которые даже я не слышал кто основной конкурент по твоему мнению основной конкурент да Цебикова Единая Россия конечно конечно они же используют адом ресурс конечно у них есть возможность я желаю тебе удачи от нем и вот в завершении обращения к нашим избирателям нашим подписчикам ну к избирателям хочу обратиться приходите на выборы отдайте свой голос не важно за кого ну конечно важно для нас но отдайте голос так чтобы он лежал в в этой урне чтобы он нигде не валялся чтобы никто не мог использовать ваш голос без вас кроме этого хочу обратиться к членам УИК проведите пожалуйста выборы честно за это я как души следователи могу вам сказать что есть уголовная ответственность которые могут вас привлечь пожалуйста проведите все честно чтобы достойный кандидат стал депутатом все спасибо спасибо